Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посетим одно очень загадочное место. Изначально это здание было действительно замком, но почему же его забросили и после превратили в церковь, никто не знает. Да-да, вы не ослышались, замок стал церковью, которую тоже забросили и позже превратили в детский дом, достроив новый спальный корпус. У детского дома также была ужасная судьба. В нем постоянно случались жуткие происшествия. То сбегали дети, то умирали дети. Там даже было убийство. Естественно, после таких случаев это место забросили снова и поговаривали, что охранник сошел с ума от ночного дежурства. Вы думаете, это все? Уже в наше с вами время это с виду прекрасное место стало санаторием. Но и его почему-то забросили. Уже окончательно. До сих пор ходят легенды, что в здании ощущаешь себя плохо. Кажется, странные звуки. Оковывает страх. Охранник сидит на КПП и стороной обходит это зловещее здание. И мы с вами отправляемся прямо туда. Ночью. Ну что, ребята, вот мы уже в самом замке. Как вы видите, парадка у нас совершенно не похожа на то, что мы вошли в замок. И эта лестница тоже. Но это один из задних входов. Только так у меня получилось сюда пробраться. Я закрыла за собой крючок. Чтобы, если что, охранник сюда так быстро не зашел. Хотя я не знаю, через какую дверь он входит. Состояние, конечно, этого замка. Этой усадьбы. Этого санатория уже в плачевном состоянии. Просто посмотрите на это. Штукатурка полностью обваливается. Как обычно, когда я одна, что-то все время кажется. Но я сегодня одела не шуршащую куртку. Поэтому звуков, которые я сама же издаю и которых пугаюсь, должно быть просто минимально мало. Какие-то станки здесь в подвале у нас. Всевозможные куча, куча всего. В общем, когда-то это была мастерская. Что это за станки? Я вообще понятия не имею. Если мы здесь что-то собирали или делали. Вот это какой-то пресс, наверное, зажим. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Я знаю, что статаки у нас есть в комментариях. Обращаю ваше внимание, что светильников давно уже нет. Я думаю, задерживаться мы тут не будем. А вот здесь вот у нас тоже какая-то подсобная комната. Которой уже просто ничего не осталось. И сегодня не зря я выбрала для вас это место. Этот в прошлом замок. Посмотрите, здесь еще, кстати говоря, вообще осталось все такое намекающее, что это действительно когда-то мог быть замок. Но я обращу ваше внимание, что двери. Вот эти гермодвери уже покрыты плесенью. Не знаю, вам видно или нет. Но мне это прекрасно видно белой плесенью. Это одна из самых жутких видов грибка, который только может быть. Также обращу ваше внимание, что здесь еще какой-то проход. Ниже и ниже какие-то комнаты. Непонятно вообще абсолютно для чего. Боже мой, что-то вообще дикое здесь. Вот такой вот древний челябинский рукомойник. Блин, вот ни одной заброшки, наверное, нет, в которой бы вот так вот не стоял посередине стула. Просто непонятно, кто его сюда поставил. Короче, вот два таких вот тут жестких прохода. Там и параллельно этому. В общем, я думаю, что нам уже надо идти наверх, потому что здесь ничего интересного нет. Это место охраняется, и охрана не знает, что я сейчас нахожусь именно здесь. Потому что уведомить охрану было бы, я думаю, глупо. Потому что охрана могла бы просто-напросто меня сюда не пустить. Да, что-то здесь еще и сохранилось. Это крайне здорово. Может быть, это миска чья-то, не знаю, может быть, здесь подкармливают животных. Вот здесь вот остались тарелочки, даже какие-то кресла. Старинная печь довольно-таки старого образца. Ну что, ребята, вы видите, я вас просто так сюда привела. Посмотреть на эти старые древние перекрытия в подвале нет. Я думаю, сейчас вы будете просто шокированы. Я вам просто-напросто покажу эти потолки. Просто посмотрите на это. Здесь очень старый паркет, а здесь можно заблудиться. Однако, вот такая вот люстра и подсобочка, в которой мы видим шланги, лопаты и кучу всякого инвентаря. Боже мой, посмотрите на эту шуткую каталку. Вы знаете, я инвалидов в метро видела в такой каталке. Ещё такие каталки. Зачем они здесь? Жутко выглядит, если честно. Крайне жутко. Я думаю, свет здесь проверять бессмысленно. Очень сейчас скрипнул сильно пол. Так-так-так. Вот здесь вот очередная также подсобная комната. Но я сейчас вас поведу в более интересное место. Вообще, я же вам рассказала легенду про этот замок. Пока что я здесь вижу только очень красивое древнее здание. Я надеюсь, вам хотя бы что-нибудь видно, потому что свет очень сильно рассеивается. Не знаю, что это. Может быть, паркет? Вы это слышали вообще или нет? Или у меня уже глюки? Или у меня уже голова поехала? От всего, что со мной произошло? Последнее время. У меня есть предположение, что это падает штукатурка, но это крайне неприятно. Буду светить поаккуратнее, чтобы охрана не вызвала полицию. Вот такой здесь очень крутой главный вход. Вот такие метла, лопаты. У меня сейчас очень на руку, что нет снега, нет следов. Я думаю, надо ускориться, потому что, честно, неприятно. Вот эти звуки. Я не верю во всю эту паранормальщину. Я считаю, что это просто вообще полный бред. Вот посмотрите на это красивое здание. Просто невероятное. Очень красивое здание. Ничего не скажешь, конечно. Блин, здесь очень сильно рассеивается свет. И мне кажется, вам просто ничего не будет видно. Сейчас я достану второй фонарь. Ох, друзья, надеюсь, хотя бы так немножечко вы что-то увидите. Я представляю, как рассеивается свет. Но вы просто должны видеть эти красивенные люстры. Вот такое вот старое здание. Я так предполагаю, когда-то это, возможно, было кухней. Вот здесь вот был когда-то запас воды. Хлеб. Хлеб. Хлеб здесь явно очень даже не первой свежести. Смотрите, что здесь уже с паркетом случилось. Он вообще ужасно вздулся. Это просто жесть. Ну, вот эти, конечно, красивенные комнаты. Вот эти окна, ребята. Выглядит это просто все невероятно круто. Вот это здорово. Действительно здорово. Просто посмотрите на эти кресла. Абсолютно разных мастей кресла здесь сохранились. Так, опять мы пришли с вами в этот холл. Если честно, я уже просто заблудилась. И не знаю, куда идти. Это жесть. Палас собрали. Что, я думаю, самое время отправиться на второй этаж. Я думаю, мы уже с вами насладились здесь этой обстановочкой. Я сейчас просто даже не знаю, что говорить. Но эта дверь... Такое ощущение, что здесь какая-то дверь скрипела. Нет. Но мне же не показалось. В общем, этот момент я явно пересмотрю на камере. Я уже не удивлюсь, что у меня реально что-то какие-то проблемы с головой. Судя по всему, пора уже завязывать с этой рубрикой, с этими испытаниями себя. В здании совершенно тихо. Совершенно нет ветра. Но единственное, что я тут чувствую, что не так, это могильный холод. И он пронизывает меня уже просто с ног до головы. Я здесь нахожусь всего, наверное, минут 15. И, честно говоря, мне уже немного становится не по себе именно из-за этого холода. Боже. Вот это криповое зеркальце. Могу сказать честно, что этот холод пронизывает настолько, что мне такое ощущение, что уже подсели фонари. И уже одна палочка на камере. Мне скоро придется менять батарейку. Какая красота! Тут почему-то две сдвинутые кровати. И, судя по всему, это бывшая библиотека. Пахнет здесь такими старенькими книжками. Прикрою дверь, чтобы лучше вам видно было этот старый чудесный комод. Комод невероятно круто выглядит. Очень круто. Реально красиво. Вот это красивое очень помещение. Честно говоря, после скринпа двери мне очень стало как-то холодно на душе. Холод просто пронизывает мое тело. И я сейчас просто села в это кресло, немножко посидеть. Сейчас я посижу и пойду дальше, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok